Нынешняя Черная Пятница запомнится не только традиционным забегом энтузиастов шоппинга, но и волной массовых протестов работников торговой индустрии, которая поднялась вслед за стачкой сотрудников крупнейшей сети универмагов Walmart. Их революционный почин быстро подхватили работники других универмагов, чего добиваются трудящиеся торговые нивы. В этом разбирался Вадим Оленичев. Долой корпоративное рабство. Под этим девизом вышел сегодня на стачку в Чарльстоне, Южная Каролина, юный работник Walmart, крупнейшей торговой сети не только в США, но и во всем мире. Он и тысячи его коллег в Америке и за ее пределами откликнулись на призыв профсоюзу провести Международный день протестов против произвола руководства могущественной корпорации. Нет корпоративной алчности, скандировали участники демонстрации в Атланте, штат Джорджия. Акцию планировали начать в 8 часов вечера в четверг, но народ подошел только к восьми утра в пятницу. Работники протестуют против несправедливых, как они считают, условий труда и низкой заработной платы. К сожалению, я не могу приобрести для себя, своей жены и детей медицинскую страховку, которую предлагает Walmart. Она слишком дорогая. Если мы ее купим, нам нечем будет платить за жилье. Трудящиеся также недовольны тем, что их заставили работать в День Благодарения, поскольку черная пятница в этом году наступила в четверг. «Волмарт не рассадник зла. Оставьте компанию в покое», – писала в канун праздников консервативная пресса. Но сотрудники фирмы, которые едва сводят концы с концами, газет не читают. Walmart – крупнейший в мире частный работодатель, на чьих предприятиях трудятся 20 миллиона человек. Во владении компании 8,5 тысяч магазинов в 15 странах мира, включая все 50 американских штатов. Руководство корпорации заявило сегодня, что в рыночной экономике предложение контролируется спросом и что покупатели якобы требовали открыть дверь магазинов раньше обычного. Более того, в штаб-квартире компании перешли в наступление, объявив, что многие из демонстрантов не работают на Walmart, что это посторонние люди, которым заплатил профсоюз. На эти обвинения американский пролетариат ответил по-пролетарски. Акция против Walmart переросла в национальное движение работников торговых сетей. И в разгар «Черной пятницы» в Чикаго был создан новый профсоюз. Его организаторы, сотрудники десятка различных фирм розничной торговли отправились на штурм универмага Мэйсис, требуя повысить им зарплату и предоставить доступную медицинскую страховку. Вадим Оленичев, Владислав Рапопорт, телекомпания RTVI